какие технологии а там потом 200 с чем-то вышло там 500 а потом гигабайт ну да терабайт и коробочки которая там меньше как и есть вот друзья за разговорчиком рассвет мы завтракаем время 5 утра сейчас пойдем на сама ветер вроде бы сегодня тихий надеюсь что пару часиков у нас есть пока раздует и мы попробуем ракушку мы конечно же не насобирали поэтому сегодня будем ловить на живца пробовать на тех двух карасей которых поймали вчера карасики совсем маленькие грамм по 400 но будем надеяться что сам соблазнится на них как все идет опоздул и сейчас поедем мы готовы 1 самой рыбалки лодку упакован солнце яркое светит но был приветит ну что до туда пищи первый раз будем ловить надеюсь что все получится он никакие у нас как пробивается один крючок вот под этот плавничок вставляется сразу говорю не знаю правильно поплыли поплыл свежие водички это дали хапнуть есть у нас такой же это как-то подохлее подохлее да пободрее был тебя вылечим не боись тихо 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 я знаю что больно тебя за правой парни парни может это девушки девушки холодно хоть и август месяц не захочется такой знак лёг помнишь да когда сон начинает клевать ты ему отдаешь что вашу воду вообще ушла и прям палку отдаешь а только потом подсекаешь потому что он сначала аккуратно губами берет и и старается увести и только поток делает вот так в этот момент и ты его чпукаешь очень ну ребят если вам нравится как квокает мой квок смотрите мои видео где я этот квок переделаю поймете что нужно делать мы квокали квокали и ни хрена не на квокали сегодня еще видимо погода меняется поэтому на эхолоте вот такой вот что ничего ни одного подъема не мы конечно до квоком до нашего лагеря и даже еще поедем залив собирать ракушку и ловить щуку но не за этим мы все не спускались снова скажу честно ну чё-то наши карасяндры ему не понравилось подошел понюхал и ушел видимо не свежий карась вчерашний ребята итог сегодняшнего квока два подъема ни одной поклевки вот и напуганные караси зашли залив а тут жесть вода и воды было метр . в этом году еле 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 идем мы пришли сегодня залив для того чтобы половить щуки набрать ракушек нашли вот набрали ведерко теперь у нас есть на что ловить сама слава богу щуки не поймали вот наша наживка сдохла и это правильно вчера лишь буяни вчера к нам приезжали ребята наши старые новые друзья и сказали вы чё охренели на воду надо становиться когда только солнышко отрывается от горизонта вот лёха поэтому совершил сегодня такую подвиг он ухо послушался на сто процентов и проснулся в 4 утра по местному времени проснулся тут еще глаз коли я оказался немножко хитрее я проснулся в 4 по московскому времени ну вот как вы видите вот такой вот прекрасный рассвет у меня там занимается поэтому пока мы пожрем колбасы с бутербродом выпьем чая то что холодно реально градусов 12 наверное всего раньше мы на воду не встанем наши гости нам привезли подарок вот вещает я поймал буянить а вот все что там ниже это они привезли это карасики так что у нас теперь есть зажарка наш замечательный рассвет набирает сил внизу уже кстати играет рыбка это хороший знак он там уже первые рыбачки видите рыбу ловит мы только идем готовить наживку сегодня пойдем опять на квок и ловить будем на ракушку для того чтобы на воде не заниматься этой хренью надо эту ракушку начистить сразу вот для хранения наших ракушек вот такой зенган сделали вот друзья видите сколько их тут вчера насобирали целое ведро петля в петлю хорошие очень хороший способ для никаких тебе лишних этих концентраторов на леске в очищателях все как можно больше было так и кому день самое ценное для самой ползают тело и флит мне кажется сегодня потеплее чем вчера поздравляю Ты рад? Я счастлив. Ребят, мы решили еще раз пройтись по нашей ямке. Потому что вот тот сон, который показал нам спину, и которого, к сожалению, я не успел заснять. Ну, двадцатка в нем была по-любому. Но можем даже сказать, что была сороковка. Вы один хрен не проверите. Мы с Лехой решили попробовать все-таки этого сама. Еще раз вызвать на бой. Примет он этот бой или нет, хрен его знает. Но мы попробуем. Вот, друзья, вот такая вот мотня у нас, которую мы приготовили для наших любимых сомиков. Будем надеяться, что она им понравится. Тут всякие троллингисты мимо плавают, трахтят. Видимо, популярное место для троллинга. Ну, а мы клокаем. Ребята, мы так близко к берегу идем. А под нами 18 метров. Представляете? А еще, если вы обратили внимание, то температура воды 19 градусов. О, 19 метров, 19 градусов. 19 градусов для этого времени года это очень мало. Обычно здесь 24. Аномальное лето. Леха что-то занялся какими-то снастями мелкими. Видимо, одного сама ему точно мало. Решил всю рыбу переловить в Волге. Да, да, да. Сидит, сидит. Поднимай, поднимай. Вот, совсем маленький. Держим. Точно отпускаем. Да, это действительно лучше. Да, парни, видите, как нам сегодня везет. Ну, чтобы вы не думали, что мы какие-то браконьеры. Этого сомика мы торжественно отпустим. Алексей, расскажите о своих эмоциях лучше. Я счастлив, что я могу отпустить рыбу. Она же такая красивая. Ну, плыви, сомик, дорогой. Карма плюс 10. Все было очень просто. Поправил наживку. Опустил. И этот малыш сразу на нее повелся. Вот они, дети. Говорят, взрослые, будьте аккуратны на дороге. А они все в рот тянут. Угощение, да. Все равно для него же это травма такая. Он будет всем сейчас рассказывать, как это было ужасно. То есть мораль в самовием семействе мы подняли. Ну что, ребята, возвращаемся домой с первой удачной рыбалки. Леха сегодня герой дня. Два сама. Одного мы отпустили, чтобы он позвал свою дедушку или бабушку или кого-то там еще. Ну, а одного мы сегодня сожрели. Извини, сомик, но, блин, ему не повезло. Завтракать будем с жареной рыбой. Так что можно ее начинать чистить. Достаем весы. Лег специально побольше мусора прицепил, чтобы был потяжелее. 60 сантиметров есть. Да, целовать будешь? Да зачем его целовать? Если бы он был большой, я бы... Извини, сомик, но твоя участь очень простая. Уха и зажарка. Ну что, уважаемые друзья, вот так вот мы дружно все живем. Смотрите, кто-то посуду моет, кто-то чистит сама, кто-то карасей. Идиллия. Первый день установилась погода, и мы сразу с рыбой. Прекрасно. Друзья, пока рыб чистим. Параллельно рыбий пилинг идет. Видите, что там внизу происходит вокруг моих ног? Вон они все тут плавают. Слушай, какой на нас вышел посмотреть. Это надо видеть было вообще. И знаешь, такой вальяжный, главное, потихонечку показал себя со всех сторон. Но не попался он. Ну что, супчик для начала? Сразу за. Так, ребятки, я вчера предусмотрительно оставил харчо, который сегодня превратится в наш вкусный завтрак. А потом будет жареная рыбка. Леха у нас сегодня старший пеппичи. Да, я люблю разводить пеппичуру. Все, сейчас мы сразу туда переставим. Котелок наш сухой, а здесь будем жарить рыбку. Ну, а я, как всегда, вновить по кухне. Да, делаю карасиков. Кто-то вот плохо почистил рыбу, объявляю выговор. Не знаю, кто, может и я. У нас, у нас все в этом году хорошо. Так вот, ос очень много. Специально для тех, кто не знает, что я делаю, друзья. Вот когда вот так вот рыбку насекаешь, то все вот эти мелкие косточки, которые есть в любой рыбе семейства карповых, будь то карп, карась, лещ, кто бы то ни был. И вот эти мелкие косточки, они в тот момент, когда жарятся, они просто куда-то все деваются. Караси у нас есть сегодня благодаря Андрюхе. Это наш друг, который живет здесь с Аленом. А Сомика и подлещика мы поймали сами. Так. Кстати, вчера, когда Андрюха привез нам рыбу вечером, уже, я бы сказал, ночью, я вспоминал про его покойного деда, который тоже все время нас угощал рыбой. И каждый раз он привезет нам полмешка рыбы. Потому что, говорит, ребят, вы приехали, даже еще рыбки не отведали. И это для нас был как хороший знак. Сразу после этого у нас начинался клев, и эта рыба становилась столько, что мама дорогая. И, кстати, сегодня произошло то же самое. Мы и сама поймали. И подлещика поймали, пусть небольшого. Но учитывая то, что, в общем-то, даже никто и не ловил, а так закинули снасти, забыли про нее. Все. Тоже результат. Готовность сковородки я проверяю простым способом. Называется напшик. Ну, а дальше. Приготовление рыбы на природе. Это искусство. Можно, конечно, соль смешать с мукой, но я и так справлюсь. У нас рыба... Ой. Рыба немножко насечена, поэтому соль сейчас пытается очень хорошо. Первую рыбку будем прям целиком жарить. Как говорится, по-мужски. Ну, четыре рыбки на одну сковородку. Самое то, что надо. Рыбки четыре и нас четверо. А таких сковородок у нас будет, ребята. Ну, три будет такие сковородки. То есть каждому по три рыбки отлично, не считая самятины. Потому что сомятинка это вообще деликатес. Кто бы там что в интернете не говорил и не жаловался в моем ролике, разделка сама, что сом это мясо для бедных, оно воняет. Ребята, ничего вы не понимаете, кто так говорит. Сом это вообще прелесть просто. Свежий воск и только что пойманный сом, который стоит на течении. Живет в чистейшей просто воде. Это деликатес я хочу вам сказать. Многие люди за свою жизнь даже этого ни разу и не пробовали. Ну, а вот это я думаю, что пополам. Последний кусочек. Так, пока тут наша рыбка готовится, вот у нас уже начала ушица закипать. Я смотрю прям руками в масло, видишь, кипящее. Как у тебя это получается органично? Туда его чистый. Нам теперь большого огня не надо, потому что все, уже начало потихонечку булькать. Теперь главное поддерживать кипение прям еле-еле в таком режиме. Сейчас мы пенку соберем, и у нас тогда будет бульон красивый. Я вот ума думал, что нам достаточно такой легко кипения. Ну, ты побудешь. Давай еще одну туда, чтобы запасок был такой поясный. Так, еще морковочек кладем. Такими вот штуками. Так, и теперь нам надо найти веревку или нитку какую-то, которой мы свяжем зелень. Так, друзья, и вот еще секретный ингредиент. Как вы думаете, что это? Петрушка и укроп. Хвостики, которые обычно все выкидывают, мы их связали ниточкой, и отправляем в нашу ушицу, для того, чтобы был петрушечно-укропный аромат. Ну, все, теперь осталось сейчас покайфовать. Она будет так потихонечку булькать. Потом мы ее разберем, кинем туда парочку стейков, и будет суп готов. И картошнику. Сковородку уже визащие виды, поэтому антипригарно вы покройте. Все сгорело еще 10 рыбалок назад. Вообще капец. Ух ты, ничего себе. Обалдеть. Да, один это там, а ну а что там у нас сейчас-то работа. Целый день какой-то шум, как будто бы ракеты взлетают. Тут рядом полигон Капустин-Яр, вот мы думаем, может что-то испытывают. Или самолет. Ну, знает. Ну, короче. Рыбка готова. Здесь сомик. Здесь ушица. Доходит до конца. Так что, сейчас пойдем обедать. У нас сегодня, хоть и не четверг, но рыбный день. И стало быть, придется. У тебя каждый раз, даже такая новенькая. Я смогу, он тоже новенькая. Каждый раз. Так новенькая. Каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе. Ну так, друзья, ну у нас получился рыбный суп. Хотя рыбный сыпь вот. А он получился рыбным супом по одной разной причине. Мы забыли туда налить водки областить. Поверьте. Но тем не менее, итальянские повара, нет, испанские повара, в данном случае, рекомендуют к такому рыбному супу бутылочку красного, которую я сейчас открою. Ооо, нормально. Что, все в волшебных пузырьках? Все нормально. Эй, волшебных пузырьков сегодня нет. Поэтому, друзья, сухой вас? Нет. Ну, с первой ухой. А тебя с первой ухой. Ура! Ура! Не знаю, хватит, хватит. Ну, а пока у нас вот это замечательное ухо. И закончится я. Охоть, яхоть не перестану. Такая вкусная. Такая вкусная, так. Ура! Ура!